Подожди, Ланыч. Я скажу, что я начинаю. Начинаю. Да? Да, начинаем. Это мальчик, это девочка. Они не хотят размножаться, мы не знаем, что с ними делать. Они голодные. Мы не знаем, чем их кормить. Это журналистское расследование. Да. Да, мы обращаемся к компетентной публике, чтобы нам помогли решить эту проблему. Вот, товарищи, если вы знаете, что делать, чтобы эти бычки размножались, пожалуйста, подскажите нам, обратитесь, пожалуйста, по телефону, 555-55-55-2. Спасибо, мама, дай человеку, спасибо. Мама, дай человеку. Скажите, пожалуйста, вот у нас два бычка, видите? Девочка и мальчик. Да, девочка, ее зовут Гриня. Да, что это у вас? Да, бычки. Да, бычки. Все, понятно. Мы не знаем, как их размножаться, чем их кормить. Они другими ногами. Да, мы это неинтересно, серьезно. Давай, я попробую, душе отравлются по чуть-чуть. У нас проблем, видите, у нас топочка девочки и мальчики. Да, они холодные. Они холодные. Мы не знаем, чем их покормить, чтобы они потом продолжать. Листьями покормить. Листьями на них не ездят. Не знаю. Это мой чек. Да. Чем? Это? Да. Травой. Травой думаете? Да. А какой именно? А какой именно травой? Табаком. Табаком? Да. Не, не, ну ты не серьезно. Может быть яблоком вашим, как думаете? Так оно уже. Ничего им подойдет. Кладите. Кладите? Да. Точно? Только на них не кладите, да? Да. На них кладки сразу. Ну ничего, ничего. Никотяна. Лежит. 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 Мы не знаем, чем их кормить, чтобы они размножались. Они голодные, они хотят размножаться. Как вы думаете? Что делать? Вот уже я. Это же вариант презерватива. Они хотят размножаться. Да, все не охотались. Не знаю. Хорошо сейчас. Что мы знаем? Все знают. Здравствуйте, девочки. Да и видимо, помочь. Да, у вас у нас есть два бучка. Девочка и мальчик. Да, и они голодные. Они хотят размножаться. Да и они не хотят размножаться. Знаю что мы кормили, да? Яблоко, лисиами. Да. У нас есть два бучка. А что это такое? Да. ЛМ минимум. Да. Зачем мы в республиканте не зайдем? Вот как мы выйдем. Не знаю. С примерами. Может, вы слышали? Морковками. Морковками? Нет. Нет. Ладно, яблоки не хотят. Есть, серьезно. Есть. Табаку. Табаку уже придавали. Конечно. Не хотят. Тупичками. Спасибо большое. Спасибо большое. Класс. Знаете, нам сказали, вот это бичок и бичка. Девочки и мальчики. Девочки и мальчики. ЛМ и минимум. И нам сказали, что их можно какими-то пичками. Чтобы они размножались. Да. У вас нету спичок случайно? Хорошо. Я пичку мамали одну, а я русский не розумим. А тим не можно, не мыслить. Не, не. И ты на франции. У меня случайно нету спички. У меня уже долго. Да плохо. Просто смотри, у нас бичок и бичка. Да. И мы не знаем, чем их фирмить. Надо их чем-то покормить. Тут же выкапали. Крутая идея. Не, ну они живут там. Понимаешь. И вот уже яблоки и листьями фирмилили. И лаком. Вообще, чем их фирмить? Знаешь, чем можно их проработать? Хорошо. У нас сказали спичками. И так остается эта проблема. Чем же кормить бычков и бычек? Если вы знаете ответ на этот вопрос, позвоните, пожалуйста, по телефону 535-35-55. Спасибо. 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 Уберите, пожалуйста. Девушка. У вас сигаретки не будет? Спасибо. Спасибо. Сфирист. Чего? Еще брать? Все брать. Спасибо. Удачи тебе. До свидания. Девушки, добрый день, извините, пожалуйста. Вы не торопитесь? Нет, абсолютно. Я бы хотела вам задать один вопрос. Конечно. Вот вы верите в Бога? Ммм, сложный вопрос. Ну, я так не определилась еще. Вы знаете, это очень серьезный вопрос. Очень серьезно нужно над этим подумать. Потому что в наше время столько зла, в наше время столько наркотиков, неблагоприятных компаний. И вы знаете, есть только один выход, один единственный выход. Вот посмотрите эти брошюрки. Перед вами стоит настоящая, живая дверь в светлое будущее. Я вам покажу, как жить надо. Я вам все расскажу. Вот вы только купили нашу книжечку. Вы знаете, наше отделение, оно здесь не очень далеко. Мы можем пойти вместе и прослушать консультацию. Но, в принципе, если у вас сейчас нет времени, я могу вам просто дать книжечку. Но, правда, не совсем бесплатно. Но зато сколько смысла, сколько философии в ней заложено. Вы знаете, мне это все, в принципе, тоже очень интересно. Мне как-то в литературе просто не попадалось никогда. Вот такое вот. Ну, то есть люди сейчас трактуют все это так, Библию, например, по телевизору. Да-да-да. Ну, вы уже слушаете, да, это все? То, что там говорят мне как-то... Ну, конечно, ну это же не то, это совершенно не то. Вот вы придите к нам, но поймете разницу между телевидением и нами. Вот, я вам сейчас обязательно вернусь куда-то в сторону. Возьмите, пожалуйста, вот. Вот, 45-50, шикарная картинка, да? Это все вот про рай. Это все про рай. Это как попасть в Царствие Небесное. Вот. Я ее отдам вам по смешной цене. За 5-10 гривен. Возьмите, пожалуйста, посмотрите. Вот, видите, здесь какие-то... Вот это вот давит, даже картинки здесь есть. Вы не пожалеете никогда, что купили эту книгу, а еще обязательно к нам заходите. Я возьму ваш адрес и буду вас приглашать. Хорошо. На вашем час. Два-два-два нет, не будет сдачи. Вы знаете. Ну, я обязательно вам позвоню. Хорошо. И мы с вами встретимся, я вам верну сдачу. Все. Всего вам хорошего. Телефон, так, конечно. Давайте я запишу вас телефон. Сейчас. Ой, подождите, какой же телефон. Я вам могу, конечно, дать, но это будет с кодом. А вы не местные? Нет, я вообще-то из-за местных. Ага, боже мой. Как же я могу вас найти? Ну, вот код я могу отдать. Я, в принципе, как бы еще эти сутки здесь, а потом вот все. Я могу записать ваш телефон, если я... Да, конечно, записывайте. Конечно, обязательно к нам приходите. Обязательно, обязательно, обязательно. Записывайте наш, записывайте центр, свидетелей и Иеговы. Четыреста пять. Двенадцать. Тридцать два. Да, спросите, пожалуйста, Наталью. Все. Обязательно зайдите, я уже буду ждать. Нише, что я буду ждать. Спасибо. Читайте, до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует... У меня там все, понимаете? Мне нужна эта сумка. Она у меня шарик забрала. У меня мой шарик. Она никуда не уйдет. Вы живете в этом доме. Да. Да, она подмежала на чердак. Она, наверное, сейчас выйдет. Но давайте быстрее. Быстрее. Пойдемте. Шарик. Это что, мой шарик? Где вы взяли этот шарик? Отдайте мне мой шарик, девушка. Это мой шарик. Я вам говорю, что это мой шарик. Он только что был у меня. У меня. Понимаете? Это мой шарик. Я его... Да это мой шарик. Я вам говорю, что вы его... Блин. Я из вас в лужу наступила. Нормально вообще, девочка? А у вас какие пирожки есть? С Папидула, с Борогом, с Крюстой. А вот это с Маком? Сейчас. С Маком и Рожей. А мне пришлось стать с Маком. Разогревается? Да. Чоп-чоп. Можно? Чоп-чоп. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добрый день! Как известно, в Киеве на сегодняшнее время открыто множество школ религиозного развития и духовного воспитания личности. Сегодня мы решили посетить занятие духовной школы развития «Третье око». Это её представитель Пётр Андреевич Стинальников. Расскажите, пожалуйста, об истории развития вашей школы. История развития нашей школы берёт своё начало в далёком 1830 году, когда мой предот в каком-то там колене был заключён, и я вам скажу, несправедливо заключён, в Петропавловскую крепость. Там, пребывая в полном одиночестве, он начал писать своё духовное учение, которое назвал «Книга могучей мысли». Но зловещие тюремщики, подосланные царским режимом, искушали моего предка. Фамилия его была Цирюльников. Они показывали ему в отворённое окошко камеры бараньи ноги. И Цирюльников, не в силах преодолеть искушение, бросался на дверь, рвал её ногтями и стонал, то есть стенал. От этого и произошёл его псевдоним «Стенальников». Затем, когда он вышел, он издал свои записки отдельной книгой, которая начала получать своё распространение в эзотерических кругах тогдашней царской России. И таким образом я являюсь духовным продолжателем этого течения духовного. Мы были связаны с толстовцами, с петропавловцами и даже с нигилистами. — Скажите, пожалуйста, какого конкретно колена предок? — Какого колена? Вот в этом колене! Вот в этом колене! Вот он, предок! Вылезай! Сейчас вылезет! Предок! Астральная сущность! Астрал! Астрал! Вот и я не удержалась и решила принять участие в занятиях Школы Духовного Развития «Третья Олка». Духовного Развития «Третья Олка» И достал седьмой акт, ввел он в длинную трубу, и обратилось небо в огонь, и обратились в угли в огонь. И великие вещества сошли на другую мир, и великие вещества приедет на вправо в дверь. Духовного Развития «Третья Олка» «Третья Олка» Класс! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аааа! Что заμά Диана! Аааа… И вот так вышло. И вот, спасибо. Возвращайтесь! Кракеншвестер! Под крючком! Сколько солдат обрехоти поставило клизму, фрау? Нет! Больно! Больно! Гитлет капот! Ди дин шверфель вундот. Я не знаю. Ник, Горстейн! Сколько солдат обрехоти поставило клизму? Я требую ответа! А с клизмен? Клизмен! Это... У меня тут вот такой снаряд. Леген! 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 Смотри, тут хоть нет патронов, но здесь донуте еще могу. Wer hat dich verwundет? Вундет? Вон тут, внутри. Хочет вам vielleicht бегать? Das habe ich wohl nicht. Я все равно. Ник, Горстейн! Это я вижу. Окей! Хей! 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 Партизан, пусть он сдаст твою кровь! Нужна кровь! Нужно него... Партизанин, найди Партизанин, найди Партизанин. Я слышу голос Партизана. Это наш немецкий товарищ. Нам нужна твоя кровь, брат. Что, всю выпил, немец? Давай сюда Вену. Я первый сделаю себе надрез. Партизанин, найди Партизанин! Да, я не понимаю. Ааа! Вот тут верюмино и верю. Давай! Давай! Плут, что это? Только с одного ударя, чтобы я ничего не почувствовал! Очень долго. Зарай, ладно? Да я все. Оду нам чужим. Вас vient? В общем, ты будешь в коробках? Ой! . Ты об頭utyст? Да. favor! Да,idos. Да, со мнойjo. Ну порядка, да тебе двое количество взрослого имплот Seems стром птих Center. Стромimes птихistine! Вот теперь я здоров! А сейчас мы посмотрим, кто это такой. Кто это такой? Это же полежай! Где мой пистолет? Не знаю. Не знаю! Не убивать? Он же предал меня! Посмотри на него! Я буду судить тебя судом военного трибунала. Я онд? Дерись как мужчина! На! Ай! Ай! Бум! Аааа! Лас это! Ты не будешь! Ты не будешь! Гей! Не гей! Гей! Натурал! 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 Где тут наши? Гоу! Что это? Как тебя зовут, фройлин? Нами! Мария! Машка значит! Машка! А я Ваня! Видишь эти туфли? Они сняты с вашего генерала Зоненберга. Он шел по лесу со своей охраной. И тут я его... Так вот, вашему Гитлеру будет точно так же, как и вашему Зоненбергу. Я думаю, что мы... Тануны! И у него нет смысла нет. Нет! Вам не понимали! Сталин плохо! Машка то! Не! Сталин, это... Сталин! Готи. Готи. Гипот? Готи. Героя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok 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 чтобы наши школы не противостояли друг другу, а примирились и основали одну общую школу. Шаудан! Я покидаю вас. Я покидаю. Я покидаю вас. Я покидаю вас. Я покидаю вас. Я покидаю вас. Вас с миром обратно. Я покидаю вас. Что это? Это яйца, снесённые пещерным человеком, наверное. Никогда такую не видела. Ух ты, класс! Шевелятся? Да нет. Вы не трогайте их, а то ещё лопнут. Надо взять их с собой. Надо. Берите. Чёрт, одна моя. А если она лопнут? Я буду аккуратно. Берите, смотрите. Берите яйца и пойдёмте дальше. искать пещерного человека. Стучится? Стучится. Ещё бы! Там маленький пещерный человек. У нас штатный отходокорреспондент. Хочешь понюхать? Чем пахнет? Свероводород? Свероводород? Сложно понять. Ну, понюхай. Специалистический запах, правда? Да. Надо обратиться к специалистам. Да. Так, идёмте дальше. Пойдёмте дальше. Идём. Это, наверное, копьё пещерного человека? Похоже. Похоже? Да. Похоже. Он охотится на ланей. Да, вот кровь засохшая. Ланья. Я предлагаю найти его и придать в руки правосудие. Да. Мы так и сделаем. Да. Только где бы он мог быть? Где? Я думаю, что он возле Вырубецкого монастыря. Там есть древняя пещерка. О, да. Хорошая идея. Но по пути мы будем всё равно искать его следы, чтобы ещё более утвердиться в нашей версии. Может, мы копьё оставим, чтобы он ничего не заподозрил? Да. Надо забрать музей. 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 Давайте его сломаем. Давайте его сломаем. Ритуально сломаем. Давайте. Вот так. Все лани ботанического сада останутся живы. Отлично. Да. Двигаемся. Молодец. Молодец. Правда. Хороший кусок в 엄. Мелый кусок. Ну, одно. Молодец. Но лучше mówią. Молодец. Карт, комменны. Молодец. Скорее! Вон еще один человек! Вперед! Вперед! Метка! Вот она, метка! Смотрите! Вау! Яблочко! Что это? Откуда это яблоко здесь? Откуда яблоко в такой глуши? Покрызенное такое? Да! Откуда же оно? Ого! Ого! Верхние резцы! Я что это свидетельствую за дом, что это в пещере еще нет? Да, похоже! Вероятно, вероятно! Деревняя лестница! По ней спускались еще киевские книги! Ого! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я джазист Джаз составляет Все мое существо А когда я просыпаюсь В моей голове уже крутится джаз А когда я засыпаю Джаз снова Находится в моей голове Он там постоянно Я джазбен Джаз В моих венах вместо крови Чистейший воды джаз Знаешь эту мелодию? А потом такой соляк вступает Саксофон Стойте Прямая связь с космосом Луи Армстронг? Да Уже Хорошо Мы ее встретим Билли Холидей Отлично Это собственно так как я и поступила Билли здорово Познакомься Это Билли Холидей Джазовая певица Живая Впервые в Киеве Ну хватит приказываться Билли Холидей вообще-то была темнокожая Между прочим Билли Холидей была белокожая Я тебя знаю уже 10 лет Это розыгрыш, да? Ну ты что Ну вот не надо из меня Дурочка вот делать Ну вот не надо из меня делать дурочка Я вас вижу в первый раз Заставьте меня в покое Не идет тебе это Ну дайте мне, пожалуйста, автограф Ну пожалуйста, ну пожалуйста Не надо по разному Это какой-то розыгрыш Ну пожалуйста, дайте мне автограф Ну дай автограф, так сложно, да? Ну я для себя неадекватно Ну пожалуйста, ну дайте мне автограф Да, автограф Автограф дай Вас вижу в первый раз Сейчас, сейчас Я вас знать не знаю Дайте, пожалуйста Хорошо, я вам просто Распишусь Дарине, Дарине, пожалуйста Ну пожалуйста, Дарине С любовью Билли, Билли Отрицаю, значит, да? Ну и что? Это прекрасно ты видел с помытой головой? Да, 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 да Вообще без остановок Не, ну не вообще Ну где этот придурок делся? Ху-ху Ху-ху Опа Вот и я Ху-ху Я там не осложнялся джазом Ох Сейчас Ну что, пошли дальше Идем Пошли, я тебя познакомлю С ведущими джазистами Вот Пашка Зайцева Познакомься Ребята, я не Пашка Зайцева Подожди Верлен 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 Я Верлен Артюр Рэмбо Солнышко Что происходит? Солнце моё И блок-дамонка И блок-дамонка Что происходит? Что это в раке? Джаз, вот настоящая музыка Ты с ним спала Ты с ним спал, Артюрчик Солнышко моё Ведущие Желцы с Киевом И блок-дамонка И блок-дамонка Тоннаж У mun Пора у вас, пара! Стоп, стоп, стоп! Пошли, пошли! Не беспокойтесь вас! Пошли, пошли, пошли! Пожди, там он будет колоть полезное лекарство. Аликуда? Аликни, Аликнин, Аликнинчик, голопередольчик. Да страшно, это из медицины. – Пойдем лечиться? – Конечно! Я приветствую вас в этот скорбный час. Мы собрались здесь, чтобы почтить память погибшего поэта, гражданина, наконец, человека с большой буквы. Он сжёг себя на этом самом месте 30 дней назад. Мы говорим о Степане Николаевиче Трыще. Степан Николаевич, как известно, в последние годы или даже месяцы своей жизни считал себя рукописью. Прошу меня простить, я буду говорить эмоционально, как умею, в виде ораторского таланта, я вообще бывший прапорщик, который затем стал редактором издательства «Наше слово», которое публикует маргинальных, я бы не побоялся этого слова, поэтов. Напомню, считаю нелишним напомнить, кем был Николай Степанович Трыщ. Это поэт старой формации. Вместе с Маяковским он основал общество «Лев». Он ходил подружку с Ахматовой. Ровно три раза назад он пришёл на это самое место, облился её бензином и черпнул спичкой. Плачьте, вдовы! Как вам должно быть известно, наше издательство подготовлено к печати. А, наше издательство. Как часто заходил к нам Николай Степанович просто так проведать, попить чайок. Вспоминаю, как всего лишь два месяца назад он пришёл ко мне, сел на стул и сказал, «Давай я покажу тебе приём кунг-фу». Его... Туда вы, расходитесь, не бойтесь. Он мне сказал, «Приём кунг-фу меня научил мой китайский товарищ, мастер Хой! Из провинции Хой! Он мне показал секретную подсечку задумчивых гиббон. Мне нужен один доброволец из числа присутствующих. Подсечка, танцующий гиббон». Я-а-а-а! Хой-хой-хой! У поэта осталось три вдовы. Три безутешные молодые женщины, каждая из которых дала мне раритетные рукописи Николая Степановича. И мы сейчас подготавливаем их в печати, но вчера перед тем, как готовиться к этому выступлению, я перечитывал рукописи и хотел бы зачитать вам три стихотворения. Первое из них мне предоставила на туалетной бумаге дава Светлана Смирнова, как известно, последние годы жизни. Николай Степанович записывал свои стихотворения на обычной туалетной бумаге. Он был очень простой человек, и вот на этой самой бумаге он записал свое, я бы сказал, задорное стихотворение. Благодарю вас за предоставление. Задорное стихотворение. Я шел в лесу, ковыряя в носок. Другая удара, Дарина. Дарина, подойдите сюда. Николай Степанович посочинял и поэзию, более, я бы сказал, глубокомыслую, которая подвигает человека на духовные размышления, на поиски истины. Стихотворение это называется «Колокола». Бам! Бам! Сколько силы было в этом 90-летнем старике! Я не могу! Я не могу! Дайте ей успокоительного! Еще одна вдова! Елизавета! Я помню этот момент! Я все это помню! Тут, на этом месте! На этом месте! Вот это его прах! Видишь, прах его! Его прах! Ты стоишь на его прахе! Нет, мы здесь стоим на его прахе! Мы недостойные! Камеру смотрели, недостойные! На его прахе стоят! Но мы стоим, потому что мы должны стоять на столбах! Ибо стояние на столбах делает нас выше! Последнее стихотворение! Представлю мне! Последнее вдовое этого великого человека! Стихотворение называется «Тишина». Уйдите все! Я должен прочитать его без свидетелей! Тишина! Это одно слово, два слова, три слова. Материальное, абстрактное. Это предыдущая мысль. Ну, то есть... Это следующая? Это синоним. То есть... Ну, то есть... И туда-сюда это мысль. Ну, то есть... Нет, перемотка! Ну, да! Своего рода! Покажи мне! Покажи! Покажи собачку! Держи, сдевайся! Это просто! Хорошо! Покажи, ты там кошечку! Одно материальное. Кот! Гомосексуалист! Кот, хорошо! Кошка! А, я только собираю! Гомосексуальный кот! Нет, я не буду загадывать! Так, скажи, кто будет! Она будет загадывать! Одно слово! Веребай! Паратина! Паратина! Ты кожаный! Кожаный толстый! Через людей показывается нежелательный? Нежелательный! Нет, цвета можно показывать. Цвета и материал. Черный? Буапарный! Паратина! Черный! Воронок! Ротинг край! Дурной! Ротинг край! Добрый! Чего вы тут занимаетесь? Я совсем не понимаю. Я тут живу, мирный мешканец, в всем спокойном доме. А вы тут не зрозумели, что делаете? Взагалі, я за вами спостерегаю уже 15 минут, ничего не понимаю. Что вы за нами спостерегаете? А что вы тут занимаетесь? Я тут живу. Что, вы подглядываете, что послушаете, да? Чего проволоку натянули там, да? Просто вы тут створите дуже плохую ситуацию. Который час, девушка, который час, как и вы. Мы тоже тридцать часа дня. После десяти часов дня нельзя шуметь. В тридцать часа дня можно шуметь. Я не понимаю. Вы просто тут дуже плохую сферу створите. Вы как себя поводите, даже не зрозумели, какими шаманскими штучками займаете? Крокодил. Крокодил – это… А почему? Это крокодил. Давайте, давайте, я с нами. Я ничего не понимаю. Мы играем. Мы играем. С крокодилом. Какого крокодила? Вы кусали такого? Нет. Один человек другому загадывает слово. А второй отгадывает. Нет, нужно это слово показать. Без слов. Без слов. Нет, нет, нет. Ничего, не разумеет, сейчас я позву своего старшего брата. Подождите, девушка, мы покажем, покажем. Покажите, я же так играю. Да, кстати, я здесь вроде не показала. Нет, нет, нет. Идемте к нам. Я иду, я позву своего старшего брата. Хей, иди сюда, иди. Иди сюда, Коля. Что вы тут делаете, а? Вы что такие? Это крокодил, крокодил. Крокодил. Что вы тут делаете? Я вам бальку поплесну. Что вы тут делаете? Какого крокодила? Вот, сейчас я сказала, я сказала. Тут вам не Африка. Вот так. Брат та сестра перемагают у всех. Ты посмотри, какие сволочи. Опа. Фу. Блин, тварь. Это вам-то, блин? Это моя сумка была. Не, ну понятно, но все равно. А еда моя была. Там еще еда была, пакетик с едой. Даже еду забрали. А что в них тут? О, тут гранату. Прикольно, конечно. О, тропичный фрукт. О, навушники. О, это до моего плеера. О, сиди. О, это ты шося. О, это оно. О, это оно. Кошель, кошель, кошель. Пакетик с едой. Ну, не густо, не густо, не густо. О, ласою, гранатом. О, спарный, пропичный фрукт. Да, сегодня нам нехорошо. О, это так. О, это так мы их. Здравствуйте. А, вы с Луцом-детерсами? Да, вы. Серьезно? Да. Ну, так давайте играть в фляжную милю. Давай. Давай. Да. Алло, Вася, привет. Слышишь? Да у меня теперь чисто телесклон. Ха, базарю, прикольно. А шо? Да нет, нормально, с телками можно тебе разоваривать. А шо, стрелу по телефону набивает чисто нормально. О, музыкал. Слышишь, музыкант? И шо ты вот это играешь, а? А ты можешь шо-то чисто для пацана сыграть, шо? Либо для души такое. Круга там, знаешь, круга. А Трофима, знаешь? А Кучера, ну сыграешь шо-то. Знаю, знаю. Так сыграешь, не впадло. Шо ты исполняешь? Типа музыкант, скажи мне. Типа да. Типа да? А ты местный музыкант? Типа отсюда, с этого района. Типа вот, вот, вот. А он там живешь? А я вот в той девятиэтажке. Знаешь, там Степа цыган еще, короче. Вот там пацаны живут. Прикинь. Прикинь. Вот, да. И так шо ты смотри, я ж тебя из-под земли достану, если мне надо. Так шо не впадло, сыграешь шо-нибудь такое. До души такое, шо б сердце забилось. Ты можешь шо... О, точно, классно есть такое тело, смотри. А ну давай. Та ну слушай, шо ты мне консерваторию играешь? Шо ты мне консерваторию играешь? Ты можешь шо-то нормальное сыграть? Та ну нет, пацан, слышишь, не катит, нет. Вот это... Ты постой пять минут, сейчас я еще вернусь. Что за музыканты пришли? Ничего нормального сыграть не умеет. Я в шоке, блин. Пацанам рассказать засмеют. Ну ничего, сейчас пацанчики придут, так мы, блин, закажем ему караоке тут будет сейчас. Блин. Блин. Понастроили шо-то не понятно шо? короче, не подостраиваю как всегда ничего не делал денег на счет нет, пацаны играют как-то в фильме, я не знаю что происходит мусор еще какой-то в карманах а что это с неба пал снежок да нет, дети какие-то что за фигня шок происходит вообще о, пакетик еще еще пакетик я в шоке кто тут вообще обитает что за район надо звать братишек и выяснять, потому что это не дело не дело, что происходит мало то, что я тут главный на районе какие тут, блин беспредельщики что хотят в тэппе ул 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 Субтитры создавал DimaTorzok